Больше даю гарантию за Arizona Roleplay, то что это такой, знаете ли, жизнь в деревне, когда там пошли уже все эти скриншоты, когда там пошли уже какие-то, возможно, с какими-то новыми работами, со всем прочим. Но это же логично было бы. И вот жизнь в деревне на телефоне, то есть не портировать Аризону, да, то есть Аризону Мобайл на телефоне. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Всех приветствую. Начать данный выпуск новостей я бы хотел с извинений, потому что, знаете, в чем дело? Вот когда я вижу какую-то новость, связанную вот с этой вот всей компьютерной сетью серверов Аризона Геймс, Аризона РП и вот там все-все-все прочее, я не могу просто оставить это без какого-либо внимания. Я постоянно хочу на это высказаться. И даже, когда, казалось бы, вот новость какая-то была, ролика не вышла, все равно я где-то об этом высказался. Либо в Телеграме, либо там, я не знаю, во ВКонтакте, либо сам собой, я не знаю, там Шиза, возможно, прогрессирует, возможно, еще какие-то вещи происходят. Я точно не знаю, я за всем этим не следил и не важно. И поэтому извините меня. Я понимаю, что тема может быть достаточно такая нишевая и для многих она может быть абсолютно точно неинтересна, но я считаю своим святым долгом, раз уж я снимаю на Аризона ролеплей уже более двух лет, раз уж я вот просто посвятил уже такое большое количество роликов этому самому проекту, с рекламой этого самого проекта, и который я могу рекомендовать людям для какой-то дальнейшей игры, для развития, на который я рекомендую донатить, разумеется, если вы не хотите развиваться как-то там, знаете, спокойно, вот этими вот всеми путями, которыми развиваются другие люди. То есть, если вы все это хотите, если у вас душа горит поддержать проект и получить для себя какую-то плюшку, я всегда говорю, что нужно задонатить. То есть, так вы поддержите проект разработчиков, создателей, все это пойдет там на зарплаты ютуберам, на зарплаты разработчикам, на зарплаты всем прочим людям, возможно, их просто приебут. В любом случае, за это вы получите вот какой-то свой плюс, какой-то свой бонус. И то есть, вы сами будете довольны от того, что поддержали такой значимый проект, который вносит вклад во всю сферу. Так мало того, вы еще и получили бонус на сервере, поэтому я всегда как бы призывал донатить на Arizona Roleplay, на Arizona Games, вообще все вот эти вот их проекты, сервера и все прочее. Но лично я как-то вот больше даю гарантию за Arizona Roleplay, то, что это такой, знаете ли, надежный проект, надежный, уж понадежнее некоторых будет, это мы уж как бы само собой понимаем. И сегодня хотелось бы поговорить немного про такой, знаете, возможно, не особо надежный проект от Arizona Games. Начнем с истории. Когда-то давно, там уже более года, может быть, более двух лет назад, там в году 2018 или 2019, Arizona Roleplay Games, вообще вот вся вот эта вот сеть, вся вот эта вот компания, она выкупила себе медиум проект Stage Roleplay, потому что, видимо, ну я не знаю, возможно, валика достала, что постоянно, когда вот люди слышат в каких-то новостных изданиях и во всех прочих вещах слово вообще Arizona, то у них сразу ассоциация с тем, что это там анон-РП, что это РПГ, что это там вот донат-машина и все-все-все прочее. То есть, понимаете, ему, возможно, все это надоело, ему захотелось, ну раз уж мы смогли воссоздать такой прекрасный проект для того, чтобы люди могли нормально проводить свое свободное время и в целом не расстраиваться, и в целом надеяться на стабильную нормальную игру, то почему мы не можем создать точно такой же сервер, только вот жанра такого медиум ролеплея, среднего ролеплея, на котором каждый будет соблюдать свою роль и угодить тем самым всем, то есть людям, которые и командами любят подрочиться, и вот, допустим, в случае с Arizona угодить людям, которые любят, вот там, я не знаю, более пофаниться, более как-то отдохнуть, более как-то вот все вот это вот сделать по-другому, вот я как раз-таки являюсь таким. Разумеется, у меня тоже был период, когда я вот просто мог зайти на Gambit Roleplay, да, я мог там подать заявку на ЮЦП, вот это вот там все заполнить и поиграть, возможно, в свое удовольствие немного там, да, но потом это же все надоедает, я не понимаю, как люди могут долгое время играть на вот этом вот всем фулл ролеплей проекте, даже на медиум ролеплей проекте, это же надоедает, вот этот вот отыгрыш роли, вот эти вот все прочие вещи, ну ладно, на всем этом заострять внимание я не буду, потому что у меня и так уже было большое количество видеороликов, связанных со всем этим, где я рассказывал о том, там, мол, фулл ролеплей, медиум ролеплей и все вот эти вот прочие вещи, то есть больше я, наверное, на всем этом заостряться не буду, но потом Arizona, ролеплей, games, RP, mobile и вот все-все-все прочее, РПГ данных машин и так далее, они начинают разрабатывать свой медиум ролеплей проект. На стейдж в это время они забивают, и потом, когда уже они выкатывают эту самую жизнь в деревне, когда там пошли уже все эти скриншоты, когда там пошли уже какие-то, возможно, открытые бет-тестирования, закрытые бет-тестирования, возможно, вот тогда они уже продали этот самый стейдж ролеплей и твёрдо решили, что будут чётко, так знаете ли, заниматься этой самой жизнью в деревне. Для меня, если честно, до сих пор остаётся загадкой, почему после неудачного запуска, неудачного захода этого самого проекта аудитории Аризона РП, несмотря на то, что были попытки вот всячески поднять онлайн, всячески его как бы нарастить, вот эту всю аудиторию путём роликов у Вердеича, у каких-то прочих людей, почему до сих пор на всю эту идею не забили? Почему бы просто вот всё это закрыть и не начать, ну, знаете ли, вот в одну Аризону всё это вкладывать? Это вот остаётся лично для меня загадкой. Всё, что я сказал до этого, вот то, что там, мол, валику надоело то, что проект читают вот этой вот всей данной машины и всё прочее, вы же понимаете, что это всё мои рассуждения. И сегодня, вернее, не сегодня, а вообще, а недавно на этой самой жизни в деревне представили новое обновление с новыми работами. Я вот так вот смотрю, я вижу, что действительно люди стараются, что люди вот, ну, пытаются что-то такое, знаете ли, интересное, новое сделать, потому что, ну, вот эти вот ремонтники, светофоры, вот это вот всё прочее, типа, ну, это же интересно, это же в самом деле круто, но непонятно, для кого они стараются. То есть, та же самая система, она могла бы, хотя нет, наверное, не могла, потому что на Аризоне, как бы, нету светофоров. В любом случае, то есть, те усилия, те затраты, которые были потрачены на вот это вот обновление со светофорами, со всем прочим, это же всё можно было потратить на Аризону, чтобы быстрее выкатить там какое-то более новое, более глобальное обновление, с какими-то новыми работами, со всем прочим. Но это же логично было бы. И вот было бы намного, мне кажется, логичнее всё это, выпустить Жизнь в деревне на телефоны. То есть, не портировать Аризону, да, то есть, Аризону Мобайл на телефоны, а выпустить вот отдельно Жизнь в деревне эксклюзивно на телефоны. Потому что сейчас, как мне кажется, игроки не видят смысла играть вот на какой-то вот этой вот, я не знаю, Аризона РП с телефона. Ну, какой смысл? Не особо удобно, не особо понятно, как там всё это устанавливается, не особо там что-то вот это вот всё делается. Ну, то есть, непонятно. Да и тем более, можно же поиграть на компьютере, там, с какими-нибудь урезанными текстурами, со всем прочим, чтобы особо сильно не лагало и так далее. То есть, для чего всё вот это вот делать, для чего все вот эти вот танцы с бубнами, непонятно. И поэтому можно было чисто заточить вот эту вот самую Жизнь в деревне под телефоны. Разумеется, когда начала разрабатываться вот эта вот вся Жизнь в деревне, то есть, было, ну, скажем, прямо неясно, что вообще будет со всей этой мобильной индустрией. Какие-то сервера появлялись, какие-то сервера там закрывались, набив шишек и вот получив какой-то горький опыт. И было непонятно. Тогда это понятно. Но почему сейчас бы не закрыть вот эту вот Жизнь в деревне и не направить её на телефоны? Я понимаю, что с телефона, возможно, дрочиться командами будет, ну, не особо удобно. Но я читаю новостные издания, я читаю новостные паблики. Я постоянно вижу, что там чуваки жалуются на отсутствие ролеплея. Так если чуваки хотят ролеплей проект, то почему бы Arizona Games не сделать вот такой вот проект на телефон? Да, возможно, это будет ещё рискованнее, чем проект вот на компьютере, вот этот вот medium ролеплей, да, но тем не менее. Хотя бы как-то вот это вот всё попробовать. Разумеется, порт Arizona RP, он тоже нужен. Но, как лично мне кажется, не в том виде, в котором он есть сейчас. Можно было бы сделать какой-то отдельный сервер, заточив его чисто, знаете, под телефоны. Чтобы всё вот это вот было оптимизировано и FPS у людей было нормально. А сейчас, как бы, ну, некоторые функции не работают, некоторые функции там вообще непонятно, что делают. И как-то всё это лично мне непонятно. Однако, на этом я думаю, что всё. Больше мне тут сказать нечего по поводу жизни в деревне, по поводу Arizona RP и вот всё-всё прочего. Хотя нет, по поводу Arizona Roleplay мне всегда есть что сказать в конце своего ролика. IP Arizona Roleplay Phoenix, сервера, на котором я играю, и сервера, на котором был записан данный геймплей, находится в описании данного видеоролика. Заходите туда, ознакомливайтесь со всей информацией, вводите мой никнейм в ник пригласившего вас игрока и получаете свои заслуженные деньги. Там же в описании, кстати, есть ссылочка на мой телекрам-канал, туда вы тоже можете зайти, и там вы тоже можете ознакомиться со всей информацией, которая для вас будет интересно, важна и вообще любопытна. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.